Всем привет на моем тридцать девятом стриме. Мы продолжаем проходить игру Pokemon FireRed. Это девятая часть по ней. И смотрим на чем же мы остановились в прошлый раз. Так. Не слишком ли громкая игра? Надо, наверное, потише все-таки сделать немного. Вот. Ну, в общем, если громко, еще тише, да, сделать? Вот. Так нормально? Так. В прошлом стриме мы прошли башню, где захватила Командер. Это штаб-квартир какой-то там компании. В общем, там нам дали кое-что интересное. Даже две интересные вещи. Первая интересная вещь. Нам дали мастер-болл. Лучший болл. Поймать любого дикого покемона. Осечек не допускают. То есть с помощью него мы сможем поймать одного из легендарных покемонов. И второе, что нам дали... Тор, ну давай. А, кстати, Тор у тебя заработала с К2ТВ? Так. И второе, что нам дали, это... Очень удивительного покемона. Так. Сейчас найду. Так. Не то. Где же он? Вот он. Лапрос. Лапрос. Транспортный покемон. Это высокоинтеллектуальный покемон. Прекрасно понимает человеческую речь. Он любит возить людей на своей спине. И вот этого покемона нам подарили. Вот. Сейчас я хочу пойти к тренеру покемонов в этом городе. К тренеру. К лидеру стадиона. Но я правда не знаю, какие у него покемоны. А, психические. Да, психические у него. Так. Кого мы возьмем против психических? Ну, Хонтер по-любому. Кадабру можно. Ну, как бы психические. Против психического. Но он хотя бы не смотрит там заснуть. Такое. Ну, имбу там, типа, через Ада берем. Георадоса. И возьму, наверное, вместо... Эхонса. Этого. Толстичка-то нашего. Это как его зовут? А Снорлакс. Так. Да и вообще, Пикачу тоже неэффективен. Поэтому можно тоже его, в принципе, убрать. Так. Это уходишь. Ты уходишь. Заполнена у нас ячейка. Так. Снорлакс оберем. И... Против психических. Кого же мы им взять там? Арканайна взять? Наверное, Арканайна возьму. Все. Мне кажется, это имбовая команда. Нам не должны ничего противопоставить такого. Единственное, надо закупиться будильниками. Где тут магазин-то есть? Вот. А, вот, кстати, я с тобой, по-моему, не разговаривал вообще. Я прилетел сюда на Пиджет, как только узнал о захвате Сильфа. Как? Все уже закончилось? Ну да. Они там слились по полной. Фан-клуб тренеров покемонов. Че-че-че? Многие тренеры написали на табличке свои имена. А я тоже хочу. Здесь был Эш. Стиль Брока. Последнее слово в подготовке покемонов. Я хочу быть похожим на него. В этом клубе собираются фанаты тренеров покемонов. Если ты будешь побеждать, то у тебя появятся фанаты. Однажды я стану настоящим тренером покемонов. Тренеры покемонов все очень крутые. Но не все. Ну ладно, тут больше ничего нет. Ты не можешь через диван идти, что я думал. Так. Посмотрим, что в магазине продается. Так. А ты что скажешь? Гиперспрей хорошо отгоняет слабых покемонов. И он действует дольше суперспрея. Эликсир стоит дорого, но он возвращает в строй упавшего покемона. Могу помочь, да? О, грейтболл. А у меня сколько грейтболов? У меня 9. Ну, один можно купить. У меня 93 тысячи. Оу. Так. Гиперзелий. Купим целую пачку огромную. 20 штук. Да, 24 тысячи рублей. Эликсир. Поднимает с половиной. Да, надо купить много. 10 штук. Так. Восстановит статус. Да, хорошая вещь. Но стоит дорого. Хотя так, не очень дорого. Куплю на спину. 10 штук куплю. Трос. Киперспрей. Да ладно, это мне не надо. А, будильник-то у них нету. Ну ладно, попробую так осилить. Йоу, будущий чемпион. Сабрина использует психических покемонов. Лучше не бери с собой боевых покемонов. Да я не взял. Так. Покеон стадион Сафрона. Лидер Сабрина. Победителя. Гарри. Сейчас еще один победитель добавится. Наверное. Опять эти телепорты тут. Сабрина молода, но она квалифицированный тренер. Тебе так просто до нее не добраться. ХР, а это что? Так. Слопок. Не в тему. А, ну он же такой, наполовину психический, да? Удар крылом. А, он 33 уровня неплохо так. Еще удар крылом. Еще Слопоко. Ну, будем бить Слопоко. Space Strangers, я такую игру не знаю. Потрошение. И удар крылом. Слоу Бро. Пусть он будет еще выйдет. Пусть он с Норлок спаснется. Залежался что-то. 33 уровня, да? Он даже выше уровнем. Лобовой удар. Дидыщ. О, так слабо. Отдых. Прикольно, восстановил. Зевок. А, он все еще спит. Храп, что ли, надо? О, нормально. Еще храп тогда. Зевок. Зевок. Лобовой удар. Что-то Норлок не очень сильный. Как мне казалось, поначалу. Ну, еще лобовой удар. Так, куда же пойти? Ну, пойдем на черноправом. Тут даже не пишет, на каком уровне. Развивай всех своих покемонов. С одним покемоном невозможно что-либо выиграть. Ну, это очевидность. Мистер Майм. 34 уровня. Выброс огня. Ваншот. Кадабру. Хантер. Ну, на шесть уровня ниже, Хантер. Давай кулак теней. Да ладно. Почти ваншот. Тень. Да, это привидение очень эффективно против физического. И Хантер получает 29 уровень. Так, куда идти? Ох. Непонятно. Лабиринт. Покемоны перенимают характер тренера. Бои покемоны должны быть очень сильными. Опять эта укуриная. О, Хантер. 38 уровня? Печалька. У меня Хантер там какого-то днищинского уровня. Тогда будем его сжигать. Выброс огня. Ваншот. У меня чатик сломался. Стоп. А, веб-страница недоступна. Лол. А что с СК2ТВ такое? Секунду. У меня не загружается страница. Да. Стоп. Сейчас. Секунду. Попробую на планшете открыть. Вроде бы открывается. Так, Тор, я тебе говорил, что у меня это... У меня работал. Я же обновлял. Я же стрим даже включил. Я же для этого должен был там поставить онлайн и так далее. Сейчас. Не, на планшете открываются. А, вот тут вы столько написали. Жесть. СК2ТВ поднялся. Соседнее здание. Зайди после джима. Какое соседнее здание? Блин. Да, чатик сломался печально. Ну, ладно. Я тогда на стрим... Я не знаю, но у меня тут не работает чат. В хроме. На компе. А, на планшете работает. В чем причина? Вообще непонятно. Пробую еще раз открыть сайт. Не, не работает чат. Ну... Значит, на стриме чата не будет об этом. Буду читать с планшета. Стараться. Правда, неудобно очень. Постоянно опускать глаза. Есть. Так, через арт 47-го уровня. Он же эти ключи стационарника. Ну, вообще, да. Стоп. А через другой браузер. А, через интернет-эксплойер работает. Попробую через него захватить, что ли. Сейчас, секунду. Я же говорил, что интернет-эксплойер МБА. Только я помню, у меня были проблемы с захватом его. Так. А, не. Вроде работает. Сейчас надо только это выбрать. Такие вот технические у нас моменты иногда возникают. Но это СК-2 виноват. Я ни при чем. Так. А почему белый этот? Вау. Так. Сейчас все будет, наверное. Секунду. Или не будет. Ну, сейчас хочу просто, чтобы все-таки чат был. А то мне неудобно постоянно будет читать. В принципе, могу даже поставить текст, что сейчас перерыв. Вот так. И сейчас посмотрю, что тут такое у нас. Почему он как-то захватывается криво, непонятно. Ну, потому что он, это, графическое ускорение использует, скорее всего. Вот сейчас же вроде нормально, правда, содержимое, ну, какое-то кривое. Только заголовок, как она нормальный. Ладно, не хочет. Это надо разбираться уже вне стрима. Может быть, все-таки в хроме заработает? Он вообще какие-нибудь сайты другие открывает хоть? Да. А как так вообще может быть? Что, мне хром забанили? Может, надо кэш почистить? Сейчас, секунду. Ну, в принципе, пока там все равно перерыв висит. Можно и... Так, удалить. У меня вообще хром не запускается. А, не запустился. Ну, не знаю, почему-то не хочет хром. Такие вот удивительные вещи происходят. А, ошибка. DNS lookup файлит. Ну, в общем, ладно. Не хочет, так и не хочет. Чё ж теперь поделаешь? Будем играть так. Так, убрать надо перерыв тут. Всё, продолжаем. Без чатика. Так, что тут у нас? Ага, вон там Сабрина. Но я не знаю, куда не дойти. Пусть сразятся. Я-то не против. Гастрия. 33 уровня. Выброс огня. Ну, а Тор, а чё я сделаю? Там какая-то DNS ошибка. Надо разбираться. Может, передагрузка компа поможет. Ну, чё, сейчас буду это делать? Не, ну, в принципе, если это так критично, я могу. Но придётся стрим выключать. И ещё раз Сабрица огня. И ещё раз Сабрица огня. Ну, читаю, да, ну, отвлекаюсь, правда. Так. Ну и этого сожгём. Так, куда нам дальше идти? С это я уже дрался, да? Значит, не туда. Так, тут кто? И с тобой дрался уже? Да, с тобой. О, с тобой не дрался. Такая тропичная игра, ну да. Я очень уважаю Сабрину, хоть она и гораздо младше меня. Аманда. И тебя сожжём. Правда, придётся потом этот... Блакончик-то с этой ПП восполняющей принять. Когда, может, сейчас огонь весь потрачу. Или не потрачу, возьмём Арканайна. Мега-экшон? Ну так, а ты чё хотел? Это вообще там эти... Току это отыкают просто. Угли. А-а, всё-таки Арканайна не такой крутой. Ну вот, давай падение. Он сейчас тебя ударит. Понятно. Угли. Да, надо было через Ардам, а то я потратил целого покемона из-за этого. Из-за того, что хотел сэкономить огонь. Ну, ладно. Может быть, вернусь. Хотя тут вернуться тяжело, так что... Вряд ли я вернусь куда-то. Откуда я пришёл? Не помню. Тут я был, да? Так, а тут... Тоже был. А, стоп, я тут не был. Ты боишься психической силы? Завтра стримить? Нет. С чего вдруг. Выпрос огня. Ваншот. Нормально. Жалко, что огня так мало. Слоупок. Давай, удар крылом. Ой, только не говоришь, что сработает. А, не, не сработало. Давай ещё удар крылом. Мистер Майм. Пусть он георадус выходит. 27 уровня он у меня. Всего лишь. А, мистер Майм. 31 уровня. Но он боится. Укус. А, неплохо, в принципе. Челуч. Вот это лучше. Да, это явно лучше. Давай гнев дракона. О, печаль-то. Давай гнев дракона. Не добил. Да. Ну, вкус. Ой, да жесть. Я уж думал, сейчас тебя убьёт. Ну, 28 уровень я георадус получил хотя бы. Но, почему они все так разваливаются? А кто-то говорил, что я перекачан ещё. Кадабра? Клак теней. А, пчелуч ради подействует? О, ещё как. Ваншот. Кадабра. А, 25 уровень. Но это удаляю, наверное. Давай пчелуч. Ну, понятно, это неэффективно. Но всё равно, я думаю, добьётся второго раза. Да. Я предвидел не это, но, значит, предвиделка сломалась. Так, тут я был. А тут, тут не был. Этот стадион знаменит тем, что здесь тренируют психику. Но ты ведь хочешь сразиться с Сабриной. Ну, вообще, да. Не с тобой, а с Сабриной. Экстрасенс Престон. Флоу Бро 38-го. Это печально. Придётся сжечь. Но это не будет, не будет ваншотом. Явно. Да. Атаки 3 надо. Ну, ещё давай выброс огня. Забывчивость. Спецзащита возрастла. Ну, давай выброс огня. Не жили будет неэффективно теперь. Оу, да. Ну, то он круто защитился. Но я думаю, всё равно добьёт его ещё один огонь. Ага. Так, далее. Так, с тобой я уже виделся. Опа, я нашёл. Итак. Смотрим, что у нас с покемонами. Так, через арду надо огонь восстановить. Контора поднять. Георадуса вылечить. Арканайна вылечить. Снорлокса вылечить. О, печальки. Так, мешочек. Что у нас в мешочке? Так, из-за мешательства. Разморозит. Увеличит отожога. Разбудит. А, ну, понятно. Ладно. Смотрим. Гиперзелье. Гиперзелье мы даём Снорлоксу. Гентор, ну, может быть, посмотрим. Так, Снорлокса восстановили. Георадуса восстановили. А, что у нас там поднимает? Не забыл. Так, тоник, что ли? А, нет, тоник это вот надо этому, Черезарду. ПП восстановлено. А, вот. Поднимет. Тут это надо поднимет. Контура. Так, в фуги-центр сходить. Ну, тут надо по всем телепортам опять бегать. Это жесть. Так. И надо ещё его вылечить. А у меня лечение только дорогое. Жалко. Жалко тратить 200 хп на Хонтера, у которого надо восстановить. Там что-то 30, что ли. Значит, пусть терпит. Ну, давай, Сабрина. Я предвидела твое прибытие. Птихические способности появились у маняющего детства. Я начала взглядом гнуть ложки. Я не люблю сражаться, но если ты настаиваешь, я покажу свою психическую силу. Ну, давай. Посмотрим. Кадабра? Какого уровня? 38 уровня Кадабра. Так, пробуем взлечь. Давай. Баншот. О, хорошее начало. Через арт 48 уровня. Мистер Майм. Так. Пока пусть через арт стоит, пока может. 37 уровня Мистер Майм. Он тоже сейчас начнет всякие пси-лучи кидать. Поэтому сжечь. О, это через арт-мба. Что-то жесть. Ваншот опять. Виномод? Я не знаю, кто такой Виномод. Пришло время открывать Покедекс. И, кстати, я реально не помню, что за Виномод вообще. Так, Виномод. Похожие на пыльцу чешуйки, покрывающие ее крылья, своим цветом указывают на тип содержащегося в них киада. Эволюционируют из Виноната. На 31 уровне. О, как. Так. Ну, этих-то насекомых мы сожжем. Да, что-то Ферезард перекачан для данного момента игры. А Лаказам, вот это уже серьезно. Так. Ну, нет, пока не буду менять. Я думаю, он выставит. Так. А Лаказам я, кстати, тоже еще не читал. А Лаказам эволюционирует, соответственно, из Кадабра. И... Так, описание. Его мозг работает быстрее суперкомпьютера. Говорят, показатель IQ А Лаказама равен 5000. Ну, норм, че. ЕГЭ сдаст. Так. Выброс огня. О, он 43 уровня. Но это будет не ваншот. Явно. Да. Психоз. Ну, сейчас начнется. Неплохо. Но еще одного он не выдержит. Гипердиэлия. О, хо, 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 хо. Да. Терезар цельется сейчас. Да ладно, как? Да как? А почему в этот раз ваншот? Кередический удар, что ли? Жесть. Я не была готова к битве. Но поражение есть поражение. Видимо, я не так уж сильно хотела победить. Победа принесла тебе значок. Эш получает золотой значок от Сабрины. 4300 рублей. Золотым значком все покемоны до 70 уровня, полученные при обмене, будут слушаться тебя. Так что пока не развивай своих покемонов слишком сильно, чтобы избежать проблем. Да, еще возьми эту ТМ. ТМ-04. ТМ-04 научит твоего покемона очищать свой разум, чтобы усилить спецатаку и спецзащиту. Прикольно. Чуть-чуть торта сразу. О, мы норм. Я не понял, почему она сказала, типа, не это... Не качать там до максимума покемонов. Я от этого не понял. Как отсюда выйти, лол? Так. Ну. Ну, допустим, я не знаю, ну, блин. Почему-то лабиринт ему нужен. Ей, Сабриня. Так, надо запоминать, куда я иду. Вообще, у меня трос есть, я не знаю, сработает или нет. Так, вот здесь я пошел наверх, в углу в правом. Так, это какая ячейка у нас? Справа от Сабрины я пошел, допустим, в нижнюю-левую. Так, это... Над ней. А! Мне кажется, или... А, ну, понятно. Нет, не понятно. Вообще, не понятно. Вообще, не понятно. Так, это куда у нас идёт? Ну, это я на дней, да, сейчас буду? А, нет. Блин, это рандом какой-то. А, помнишь, ты мне что-то предлагал, типа, сделать там рандомный ход лабиринта? Чё-то не помню уже. О чём разговор был? Типа, игру какую-то. Вот тебе. Рандомный лабиринт. Без понятия, куда идти. Есть. Бежим в хоккей-центр. Так, всё, вылечивай. Идеально. Ну, не знаю. Так, берём других покемонов нормально. Нормально. Значит, днищ. Так, во-первых, понтера оставлю. Нет. Хотя нет. Пусть будет. Кадабра пусть будет. Георадосу оставляем. Этого оставляем. Арканайна оставляем. А, ну, в общем-то, берём этих, которых мы не докачали. Эханса. Потом. А, и Лапрос. Да. И... Просто такого я забыл. Кто ещё это был? А, Пикачо. Не. Манки пусть будет. Надо качать. А, Терезардо выкинуть? Ну, можно. Тогда возьму вместо него ещё... А, этого. Точно. Нидорино. Пусть он прокачается до Нидокинга. Всё, сойдёт. И дефолтом у меня будет... Кто? Да пусть контуры будут. Далее. Куда мне сейчас пойти? Сейчас я посмотрю карту. У меня теперь есть Лапрос, и у меня есть новая возможность ловить покемонов. Как бы плаванием. Сёрф называется метод. И... Я пойду сейчас... Куда? Сейчас я посмотрю куда. Вот. Вот. Я знаю куда я пойду. Как раз это близко. Я пойду вот сюда вниз. В наш шестой путь. И, по-моему, вот в этом озере... Так, а как мне... Стоп. Я ж так понимаю, у меня Лапрос сможет как-то это... Возить... В воде или нет. О, интересно. Может надо какой-то ТМ для этого взять? Странно. Ладно, значит я пока не могу, видимо. Кстати, сейчас я посмотрю. Лапрос то у нас вообще... По-моему, ни в кого не эволюционирует, да? Да, он ни в кого не эволюционирует. Но... Довольно прикольный таки покемон. Ладно, я думал я смогу. Тогда, если я это не могу делать, то мне остаётся что? Так, что там не время использовать? Что я поставил? А, БСК? Понятно. Нет, мы берём велосипед. И у нас сейчас одна дорога, в принципе. Это... Туда вот, где я тогда не дошёл. На двенадцатый путь. В этом городе я вроде бы всё, что нужно было сделал. Так, двенадцатый путь у нас там ещё правее. Посмотрим, когда я смогу эту возможность серф использовать. Так, двенадцатый путь это тут. Да, вот он двенадцатый путь. И нужно... Всё-таки... Так, где это? Супер крючок взять. Попробую чуть-чуть ещё хотя бы пробачить. Не клюёт. Ну а тут... Ну-ка, опять этот... Схорься. Норм Stanford. Я тебя не звал. Давай, кулак тяни. Но георадос 15 уровня... А как георадос 15 уровня может быть, если он на 28 эволюционирует? Что за бред? Ну ладно. Плак теней. Что-то он мне даже урона не нанес, какое-то он дно. Че ты тут рыбатишь? Ну-ка-ка. Понятно. Кулак теней давай, юзай, пока можешь. Скоро уже ваншотить будет. Стоп, а чтобы у нас Хонтер эволюционировал, надо... Что? А, надо обменяться. Да, я, наверное, на стриме прокачки повернул эту штуку все-таки со вторым эмулятором и обменяю покемонов, которые могут эволюционировать. Это касается Кадабры, Хонтера и, по-моему, еще каких-то, ну, в общем, которых надо обменять, чтобы они эволюционировали. Так, давай-ка опять кулак теней. Сейчас. А, не, уровень еще не скоро получит. Так, далее. Тут посмотрим, что у нас. Не клюет. А тут. О, кто-то попался. Опять Хорси. 19 уровня. Даже кританул. Ну, товарищи, что у нас тут? Не клюет. А тут? Ну-ка, кто там попался на крючок? Опять этот Хорси. Вкачать имбуты? Про этого опять? Пиаратаса? Так он вкачан уже, в принципе. Так, сейчас еще раз посмотрю. А, ну да, то есть. Сейчас то, что я пытаюсь поймать, это 1% что я поймаю пси-дака. Хотя на самом деле смысла нету, потому что когда я получу возможность в серф, то у меня там будет место, вот в том озере, в котором я пытался подойти, там 100% пси-дак. Там одни пси-даки валятся. Так что, в принципе, можно даже не ловить тут. Ну, я просто заодно прокачиваю. Потихоньку так. Ну, ладно. Пойду тогда дальше, в принципе. Ну, тут еще заброшу. Не крыжет. А тут? Кто там? Да, не все так же там. Понятно. Густой дым. По-моему, ему яу на это. Тень. Еще немного и будет тридцатый уровень. Так, путь номер 13. На тринадцатом пути у нас можно поймать. 1% пси-дак, 84% порси. Опять. И, вроде бы, где-то пешком, где-то в каких-то кустах, вероятно, есть 5% дитто. Интересно. Это бы надо поймать, по-любому. Это вот в этих-то кустах. Так, куда я пришел? А, ну да, тут 13. А, вот, с этими надо сразиться. Не желаешь сразиться? Да почему нет? Не против, вполне. Клаферия. 29 уровня. А, лайфхонтер 29. Кулак теней. Зачем привлекать внимание, если... О, не уедим. А тень. Понятно. Контур сливается. Лапрос, ну-ка, посмотрим, что Лапрос умеет. Лапрос 25 уровня. О, сумрак, бросок, луч Марокки, марш смерти. Звучит грозно. Давай, сумрак. Типа он на меня попасть не сможет, что ли? Бросок. Хм, интересно. Парализовал. Ну и неплохо здоровье потратил, учитывая, что на 4 уровня клафере выше. Амаж смерти. Чуть дорогая очень атака. Ну посмотрим. О, в том числе Лапрос? Умрет. Лол. Я это не... Я же не знал, что это делает. Два хода осталось. Печалька. А, я же могу заменить покемона. Лол. Вон, не дари на пусть выходит. Метроном. Один ход остался клафере. Так что, на тебе, жала. Отозвала клафере. Жала мяу-то не очень. Давай, два пинка. А, мяу-то 25 уровня. Понятно. Неплохо так. Пинки. Еще два пинка. Не добил. Давай, выпад. Отлично. И не дари на 19 уровня. Так, заменить. Нет. Клафере уже потраченный. Наполовину. Два пинка. Это не очень эффективно. А, написано суперфиг... А, 10 уровней разницы. Понятно. Ну, давай, тогда жала. Опять метроном. Ну, да, ладно. Медорина отдыхает. Ну-ка, манки. 16 уровня. Да ничего он не сможет сделать. Эконс 21. Пусть попробует. Давай, подкоп. Давай, подкоп. Нормально. Давай, еще подкоп. Все. И Эконс 22 уровня. Наконец-то. Какой уровень нужно Эконса, чтобы превратиться-то? Я чуть не помню. Опа, вот этот и нужен уровень. Ну, наконец-то, а. Все. Эконс вкачан в Арбака. Ну, все. Арбак это конечная форма эволюции, поэтому... То есть, в следующем входе в пакет-центр мы Арбака выкидываем. Лола. Ну, давай-ка, кулак теней. А, неуязвим, понятно. Ну, что, посмотрим Арбак? Да успеется еще Дракончик-то. Наверное. В принципе, атаки те же, но они должны быть сильнее. Давай, укус. Да, неплохо, учитывая, что он на 5 уровня выше. Ждата. Ну, змеи же едят мышей, по идее. Гонение? Ну-ка, давай, жало. Ого, да ладно. Тогда пусть Манки получит уровень, может быть. Ну, или хотя бы очков много. А, да, уровень получит точно. Когти. И Манки 17 уровня. Так, Пикачу. Ну, да не, не буду менять, хотя, мне кажется, он сольется. А, Пикачу 27 уровня, ну ничего себе, резкие удары. Понятно, промахивается. Это не то. Кадабра. Пчелуч. Вот это я понимаю. Так, заменить? Нет. Ну, давай, опять пусть и луч. В принципе, это его одна эффективная атака. Нелкий паразит, ничего себе. Бан ее сразу, за оскорбление. У тебя есть очки? Круто, ну да. А у тебя нету? На. Валера. Ну, давай попробуем, может быть, на него действует. Кулак теней. Действует. И вполне эффективно. Тогда еще раз кулак теней. И удаляй. Да. И хонтер 30 уровня. Когда уже новые атаки будут? Ну, выучивают? Не, ничего не выучивают. Заменить? Нет. Опять давай кулак теней. О, на этом уровне-то это эффективнее, заметно. Ну-ка, тень. Добил. Так, что тут? Ты? Давай. Мои покемончики хотят с тобой познакомиться. Так, пора менять контора. Пусть отдыхает. Так, кто будет качаться? Манки? Нет. Ну, ладно. Что-то у меня все дохвы какие-то. А, да, пусть манки качаются. А, 27 уровня пиджин, но это печально. Сейчас заваншотит, да? Да, 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 все. Ну, тогда пусть выходит лапрос. Бросок. Довольно сильно. Еще бросок. Так, какого уровня мяут? 27. Ну, давай луч Марокки попробуем. Он уже нокдаун умеет. Ой, вообще неэффективно. А луч Марокки сработал. Бросок. И бросок срабатывает. И еще бросок. И добивает. Пиджия. Какого же уровня пиджия? Какого-нибудь опять 27-го, да? Отгадал. Давай еще бросок. Надо лапроса вкачать тоже. Наверняка атаки очень сильные есть. У него родины вроде атаки должны быть. Ну, в общем, лапроса это... Очень круто должно быть. Атаки пиджи почти не наносят урона. Атаки лапроса почти выносят пол здоровья. Еще бросок. Все. Пиджи готов. Гвиндарин выпускает пиджиоту. Но лапрос остается на поле и бьет опять броском. Вот атаки пиджиоту уже наносят более серьезный урон. Ну, возможно, лапрос справится бросками. И критическим ударом добивает пиджиота. Все, победа лапроса. Отлично. Так, куда-то дальше пойти. А где-то справа кусты были? Памятка тренера. Кнопкой select можно сортировать вещи в сумке. О, да ладно. А, вручную. Я думал автоматически. Марш смерти. Это... Когда этот марш смерти исполняется, то через три хода умирают все покемоны, которые его слышали. Если, конечно, их в покебол не убрать. О-о-о-о. Я лол. Блин. Печалька. Что такое? Все, я поехал обратно в Сафронс Сити. Потому что у меня нету мяута. Ну, точнее, перца. О, чтобы разрубить деревце. А там должен попасться манедит. Ну, ладно. Я тут же не буду рыбачить. Я быстро доеду. Что-то я даже не подумал об этом. А, не. Я не в Сафронс Сити. Я в этот Саладон. А, точнее, вермилион. Да. Ну, неважно. Так. Ну, заодно пусть там все выдачатся, в принципе. Так, и мы оставляем. А, как раз таки Арбока оставляем. Все верно. Да, так. Арбок домой. И берем перца. Можно еще, конечно, взять... Та, еще пиджота надо взять, потому что он телепортировать может. Вместо... Нидорино. Нидорино. Или нет. Место Кадабря. Так, а меня может туда телепортировать он или нет? Так, пиджота, полет. Нет, пока не могу туда. Только в города, может. Ну, ладно, тогда побежали. Точнее, что не время использовать. Я, вроде, велосипед... А, супер крючок у меня. Нет, давай велосипед. Возвращаемся обратно. Не хотел тут драться ни с кем. Тем более с каким-то спиру в 17 уровне. Ну, что, запаншотит его, Контор? А, нет, он вообще не принесет урона никакого. Тогда пусть манки 17 выходят. На равно будут драться. Давай, резки у удара. А, вот, критически неплохо. Ну, у него тоже неплохо. Да, чуть не убил. Давай еще резки у удара. Должен добить. Есть. И манки почти что уже лежит. Ну, такое вот он дно. Ну, правда, там тип был неподходящий, наверное. И так, вернулись сюда. И разрубаем деревце. И тут ловим кого-то интересного. Нет, родишь, это не то, что я хотел. А, на него сработает кулак теней. Сработало. Я так думаю, Хонтера, наверное, нельзя отравить. Скорее всего. Ну, давай. Опять кулак теней. Заснул. Давай, манки. А, ты сейчас сдохнешь. Ну, печалька. Понятно. Не дари, ну, тебя нельзя отравить. Давай два пинка. Вообще ни о чем. А выпад? А вот выпад лучше. А вот выпад лучше. Его там осталось-то добить. Воу. Давай два пинка. Есть. Одного дико водишь и еле-еле убил. Что за... Так, у меня еще есть интересная... Такая штука, которая называется Вещи детектора. Ну-ка. Нет, ничего. Так, а винонад у меня уже есть. На него подействует? А, он спит. Ну, пусть просыпается. Нет, сколько ходов ему надо. Какая разница, что он сходит с ума, если он спит. Ой, проснулся. И нормальную атаку нанес. Ага, отлично. Он в строю теперь опять. Так, ну, вина на то. Осталось только тень использовать и... Готово. Так, а мы ищем Дито. Странно, тут нет никаких предметов. Так, у меня че-то не зависит, надо на всякий случай тут обновить. Это уже... Даже непонятно. Не, вроде... Работает. Да. Ну что, давай опять флаг теней. И еще кулак теней. Ну, вообще, ладно. Это, наверное, надо будет на стрим прокачку оставить. Сейчас еще два боя, и иду. Если не попадается Дито, то иду. На прокачке уже найду. Потому что все-таки 5% тенейдов, это... Тут можно и час стоять. Так, ну, давай кулак опять свой. Заодно сейчас контр, до 31 уровня прокачаю. Наверное. Мне кажется, два боя должно хватить. А может и нет. Так, ну, этот бой завершен. И еще один. Опять водишь. Ну, ладно. Значит, на прокачке поймаю Дито. Флаг теней уже свой использую. Да, он не получит уровень. Ну, ладно. Там еще тренеры есть, на них получат. Идем далее. С кем я тут еще не дрался? Так, вот это что за табличка? Памятка тренера. Внимательно смотрите себе под ноги. И как мне этот предмет взять-то? Воу. Или он с той стороны. Да, ну, ладно. Птицелов. Ты что, в клетке, что ли, держишь? А на него действует клок теней? Неуязвим. Понятно. Недорина. Ой, на 7 уровней слабже. Слабее. Ну, ладно, выпад попробуй. Не очень. Ого, взял, выкинул. Ой, перс вышел, но тебе не повезло. Перс 30 уровня и умеет нокдаун. Вот так вот. И еще укус. Ну, все. Пиджота. Да, хочу заменить покемона. Пусть Хонтер выйдет, чтобы опыт получил. Мне просто интересно, он новую атаку это выучит уже или нет. А лучше мороки, смотрят, используют. Ну, вот, чтобы хоть что-то полезное сделал. Уракан. Так, ну, ладно, не Дорина, так не Дорина. Но, правда, он слабый. Ничего не делать, и смотрит толком. Давай, выпад. Ты что-то выпад-то сделаешь? Отлично, он себя бьет. Так, ну, это вообще неэффективно. А, Пиджота пусть выйдет, лол. А, у меня Пиджота 24 уровня. Слабее на 2 уровня. А, быстрый удар. Нормально. Что-то уракан-то все время используешь, лол. Давай, жало. Все-таки, Пиджота опять выйдет. Не успеем, что-то. Понятно. Да, быстрый удар. Все. И Хонтер 31 уровня. И поедание сна выучиваю. Ну, это не то, что я ожидал, но, в принципе, тоже нормально. Хотя, вместо чего это брать, непонятно. Вместо проклятия. Нет, проклятие довольно прикольная атака. Наверное, придется... Я так ждал новую атаку, и, наверное, ее не буду брать. Хотя... Может... Взять вместо тени. Или вместо луча мороки. Но, для поедания сна, надо, чтобы враг спал. А, тут нет ничего, чтобы усыплять. Ладно, наверное, не буду брать. Да, ладно, не буду брать эту атаку. Не изучать. Да, не изучать. Спиру, не, не буду менять. У него еще два покемона. Давай, вихрь. Неплохо. Еще вихрь. Нет, не буду я менять. Фироу. Not bad. Смотрим, Фироу. Так, вот он. Фироу. Его большие величественные крылья легко поддерживают его в воздухе. Фироу может оставаться в небе целые сутки, ни разу не приземляясь. Воу. Его на 20 уровне эволюционирует из Фироу. Сейчас мы его залогнем в полет. Ну-ка. Нормально. Вихрь. Не очень нормально. Быстрый удар. Нормально. Еще один быстрый удар, и он труд. Ну, в смысле. Ослаблен. Так, сейчас. Все. Надо уведомление отключить. Все. И Пиджото 25 уровень берет. Так, я там какой-то предмет хотел взять. А где? Может, его надо без велосипеда брать? Где внизу? А как его взять? Лол. Может быть, надо там только если плавать? То, что, ну тут нету. Или все-таки велосипед надо снять? А, точно. Астероид. Не, там не звонит. Там пришло сообщение. Скайп. Так, а тут у нас ничего нет? Нет. Просто тупик. Обычный нормальный тупик. Я не собираюсь проигрывать всяким малявкам. Ну. Так, я не понял. У меня что? Только 4 покемона на ногах, что ли? Так, Хонтер. Кулак теней. А, или он неэффективен? Вообще не действует, да? Да, Пиджиотто. Вроде неплохо справляется. Тем более, что Пиджиотто теперь тоже 25. Чего? Вдогонку успел атаковать. Интересно. Так. Вихрь. И еще вихрь. Пиджи? Ну, Пиджи против Пиджиотто. Хотя, какого уровня? Такого же 25. Да. Полет. Ну-ка. Нормально. Перс? Ну, ладно. Персом укусим птичку. Все. Выкусил. Еще Пиджиотто. Еще Пиджиотто. Ладно, уж не буду менять. Разрубание. Ваншот? Ну, ладно. Спироу. Не, не буду менять. Давай тоже разрубание. И тоже ваншот. Имба найдена. Еще спироу. Разрубание. И ваншот. Так, что у нас тут? Так, уже другой путь там. Ладно, потом. Надо начали с этим сразиться. Э, ты че? Так иди домой. Лооо. Ты издеваешься? Что за бред? Так, путь 14. Что у нас на пути? 14. Здесь можно поймать... 15% Дито. Это лучше, чем 5%. Так что надо ловить. Без СТМ хорошим атакам покемона не обучить. Это вранье. Даже я уже знаю, что и так можно хорошим атакам научить. Так, на него ничего не действует фонтровское. Значит выходит Пиджота. Пиджота-то... Ой, Пиджи 28 уровня. Неплохо. Давай тогда полет. Лоу. Да, и Пиджота слился. Ну ладно, Перс тогда будет опять ваншотить. Укус. Додоо. Что за Додоо? Так, это мы еще не видели. Так, Додоо. Эта птица компенсирует слабые летные способности высокой скоростью бега. Она оставляет за собой огромные отпечатки ног. И Додоо эволюционирует в Додрио на 31 уровне. Понятно. Разрубание. Да, он остался в живых. Давай-ка, укус теперь. И готов. Пиджота. Пиджота. Ладно, будем мяутом, а этим Персом мочить. Разрубание. Половину снес. Еще разрубание. И Перс от 31 уровня. Так, что у нас дальше? А, вот и вернулся. Ладно. Ну, давай с тобой подеремся. Кофинг. Ну-ка, Хонтер может против него что-то сделать? Кулак теней. Да, только и правда не очень эффективно. Ну, давай все равно еще кулак теней. В принципе, один удар и еще и все. И еще кулак теней. Ну, там осталось только три кулака. Ну, пусть этого Хонтер по-любому отдыхать пойдет. Еще кофинг. Ну, уже выюзаем тогда Хонтеры. Давай, кулак теней. И еще кулак теней. И еще последний вроде как. А, парализован. Да, все-таки используй последний кулак теней. Если сможешь. Метка снизилась. Парализован. Да, что ж ты, калека такой? Ты ударишь или нет? Ой, да лол. Сейчас промахнется еще. Не, попал. Добил. Еще кофинг. Весело тебе с тремя кофингами. Ну-ка, оттень. Промахивается. Ну, давай еще тень. О, так тень неплохо. Давай тень. Да, косяк. Давай добьешь. Все, целый бой, короче, порешал Хонтер. Трех покемонов убрал. Правда, еле-еле. Ну, и то нормально. Готовы к бою? Давай. Так. Ну, выходит... Кто? Перс. Что-то все уже побитые. Да, печально. Разрубание. Маншот. Не, не добил. Жесть. Давай укус. А я думал, он первому дарит. Да, придется заменить покемона. Лапрессом. Последний остался Лапресс живой. Давай-ка, бросок. Да, Лапресс норм. Пизжи. Ну, давай. И еще бросок. Надо уже дойти до города. Сколько у него там? Последний, давай. Ой, это же Фироу. Печалька. Луч в Марокке. Лапресс крепкий очень. Так, бросок. Ну-ка. Нормально. Ну, меньше половины потратил. Давай еще бросок. Атаку снизил, это плохо. Ну, последний бросок, если будет успешен, то, в принципе, должен закончить эту битву. Есть! Он бьет себя. И бросок добивает. И Лапресс 26-го уровня. Так, что тут? Эй, эй, дай... О, да я сейчас не выставлю этот бой уже, мне кажется. Возможно, слив сейчас будет. Посмотрим. Лапресс должен затащить. Не, я, в принципе, могу, конечно, всякие аптечки использовать. Но, это жалко. Понятно, фонтеры напоследок добили. Давай, бросок. Ну, что ж, неплохо. Еще бросок. ДОДО. Ну, что, только броски есть. ПП закончится скоро и будет КГ. Так, еще один бросок должен добить. Сколько у тебя там еще попемонов? Фиро? Опять жесть. Последний. Ну, давай. А там еще один тренер рядом стоит. Давай, опять, лучмороки. Вдруг ты себя убьешь. Так, бросок. Есть, он бьет себя. И мы его бьем. Еще бросок. Есть, он опять бьет себя. Бросок его добивает. Хорошая тактика получилась. Так, а что тут написано? А, путь номер 14. Фуксия Сити вниз. Так, вот один тренер еще. Ну, не знаю. Ну, ладно. Лаприс, может, выстоит. Давай, чтобы не возвращаться сюда. ТМ не такие уж и редкие. Их продают в торговом центре в целодоне. А вот HM есть далеко не у всех. Пиджиотто. О, печаль. Ладно, лаприс давай. В лучмороки. Ураган, да ты че, издеваешься? О, перст, таз, восемь здоровья. Может успеет разрубание сделать? Есть, успевает. Ну, хоть половину-то убрал, ультого, нормально. Есть, он еще бьет себя. Давай еще разрубание. Есть, успевает. И добивает Пиджиота. Что-то везет пока. И лаприс 27 уровня. Фироу? Не, ну это ГГД, перст, надо брать лаприса. Лаприса. Тактика такая же, лучмороки. Да. Лаприса придется сейчас зелье дать, иначе он сольется. Гиперзелье. Не зря же я покупал. Все. Он бьет себя. Неплохо. Так, три броска еще могу сделать. Давай, бросок. Давай, еще бросок. Добьет? Нет, не добил. Давай, еще бросок. Последний бросок остался. Все. Надеюсь, там покемон центр близко. Тупые птицы, ты же вроде фанат птиц. Ладно. Ой, да тут еще целая куча, лол. Так, я понял. Пиджиота даже в мертвом виде меня может отнести в вермиллион. Все, все здорово. Все хорошо. Только вот обратно придется пешком идти. Так, где там велосипед? Ну ладно, сейчас по-быстрому поеду. Не буду особо нигде задерживаться. В принципе, уже почти приехал. Да, вот и приехал. Давай. Ты знаешь что-нибудь о легендарных покемонах? Ну так рассказал бы. Когда я закончил покемонов, а что-то хотел постримить? Парфетчет. Я так понял, на птиц вообще не действуют эти привиденческие атаки призрачные. Так что даже не буду пробовать. Сразу выберу, какого там уровня был парфетч. Ладно, не дари, но попробую. Ну, Тор, я не знаю, это... Когда закончил, в принципе... Как-то... Хотя бы до города дойду. Ну, вообще, я есть хочу уже. Так, два пинка. Что-нибудь, кроме... А, ты знаешь, только когда я закончу покемонов, вообще игру? Ну... Не, это будет не скоро. Нет, ну я же это... Как это называется-то? Размешиваю стримы. Как обычно, я прошел лайфхор, значит, теперь, когда будут не покемоны, будет что-то другое. Я уже, в принципе, знаю, что. Ну, это будет челлендж, я уже говорил тебе, какой секрет. Так. Контр 32 уровня. Неплохо. А, не дари на 20-го. Какой там уровень-то, не дари на надо, я не помню. А, ему же камень надо, точно. У меня есть камень, но мне почему-то сказали не эволюционировать. Поехали. С первым. Пиджота пусть выходит. Я не знаю, я могу без стрима попробовать Тофу, посмотреть, что это, но, судя по тому, что ты рассказывал, мне кажется, это удаляй. Так. Ну, давай еще въехать. Полет. Фиру, давай. Полет. Ой, жесть. Ну, я помню. Перс. Разрубание. Промахивается. Это что делается? Разрубание. Вот. Ну, да. Укрепки первым. Давай нокдаун. Ммм. Разрубание было эффективней. Ну, давай трекпот ради разнообразия. Мда. Даже нокдаун был эффективней. Ну, давай тогда и укус еще. Да нет, ну, это слишком хардкорно. Это, блин. Это как бы, ну, не знаю. Не сейчас точно. Ну, в смысле, вообще не в ближайшее время. Ну, по крайней мере, не на СК2 стрим. Может быть, на Гудгейм еще можно там, ну, то есть, как бы, не на мирной такой сделать, побаловаться чисто, но нет. Так, что-то двойное, двойная битва, да? Ага. Кири Эджен. Тюрмандерес, Квиртл? 29 уровня? Ну, ты что делаешь? Прекрати. Давай, кулак теней. А ты, давай, бросок. У-у-у-у. Ладно, лап, что вообще, пофигу. Вот, фонтеру уже не так пофигу. Но, тем не менее, давай, добивайся этого, Чирмандера. Ну, а ты тогда с Квиртлом. Ну, неплохие у них покемоны. 29 уровня такие. Причем, без эволюции. Так, что у нас тут? О-у-у. Целая куча байкеров. Акадь с кофингами своими. Ну, да. лак теней. Что-то он промахивается, промахивается. мак. Все, не, не буду менять. Кулак теней. О-па, запретил. not bad. Тень. А тень даже эффективнее, по-моему. Еще тень. Осталось чуть-чуть. Ну, еще тень. Так, все-таки поставлю дефолтным покемоном. Там, типа, манки. чтобы он качался. Главное, чтобы он не сливался. Итак, кофинг 26-го уровня. Резкие удары. А, понятно. Главное, чтобы не заваншотил. А, смог это вроде ерунда. Ну, отравил, да. Не, не отравил и не ерунда. Давай перс. Титан. Джекпот. Че? Помахивается? Еще титан. Ой, все тюкпот. Так, нокдаун. кофинг заменить. Нет. Разрубание. Еще разрубание. Помахнулся. Так, лапрос. Что-то тут какая-то густая локация. Одни бои тут. По сюжету ничего. Так, бросок. А, еще бросок. Пойди уже. Ну, еще бросок. еще бросок. Браймер. Граймер, это же каменный, вроде бы. А, нет, это вот это, ерунда. Бросок. Там, гравильер, каменный. Еще бросок. Тора, СК2ТВ сейчас работает нормально. Просто смотрю, сейчас один зритель, я так понимаю, только ты. Такое ощущение, что это СК2ТВ, что ли, у многих не работает, потому что обычно там бывало этаже 30, да, странно как-то. Ну, надо воскресеньем, ну, не знаю, необычно. Мне это, в принципе, все равно, я, ну, так, ну, как бы, играю и играю, но, просто странно это. Может быть, у кого-то тоже не работает. хотя он сейчас уже пишет, что 5. Так. Да, то есть работает, ну, не знаю, может, у тебя работает, у других. Не очень. Не знаю. Так, бросок. Так, сейчас лаптаса добьют. Выходит контер. давай кулак теней. Так, еще кулак теней. Так, ну-ка, сейчас я попробую еще раз хром запустить. Может, у меня заработал там, нет? Опа, а это заработал, кстати, да. Так. Сейчас, секунду. вот как-то так, да? Вроде видно. Далее. Так, сейчас задвинул. Ну, давайте. что-то у меня, по-моему, дела не очень хорошо идут. Надо, придется кого-то вылечить, походу. Вопроса. Давай, попробуй резкие удары. А, я помню, он же вообще непробиваемый, да? я помню. есть и каратэ. Вроде же было, да что ты промахиваешься. А, он же кинул свою какую-то ерунду там. Хонтар, хонтар давай тогда. Не, ну, хонтар-то не должен промахнуться. Кулак теней. Как-то это не мощно. Окей. Ну, давай еще кулак. И готово. Ну, это только первый, вроде бы, у него. Так, манки 18 уровня. Новый ничего не выучил. А вот хонтар 33 уровня. Тоже ничего не выучил. Так, ну, давай тень. Так, еще тень. Промахивайся. А, думаешь, может, это не так с этим? Сейчас поставлю. Ну, в принципе, ты мог бы посмотреть, просто в списке есть или нет. вот сейчас. Так, оффлайн поставил. Онлайн. Ну, вроде поставилось. Не знаю. Так. Кулак теней. Ага, запрещено. Ну, ничего страшного, у меня есть тень. Я сдулся. Так, сколько у вас там еще? Посредний, что ли? Ну, давай. Манки, ну, понятно, манки уходят. Хонтер выходит. Грамер почти не может Хонтеру ничего сделать, очень мало тратит. Поэтому, даже с маленьким здоровьем Хонтер вытягивает. Об основном. Ну, не бесконечно, конечно, но... Так, тень. Не, вот это вот сейчас было довольно нормально. Кулак теней. Может, добьется-таки? Так. Давай еще Кулак теней. Добил. Еще Грамер. Да, придется заменить. Хотя, не, не буду заменять. Пусть уже до победного валяются тогда. Тень. Другой нам пока уменьшение сделает. Еще какую-нибудь неэффективную атаку. Еще Тень. Промахивается. Давай Кулак теней. Виск. Что за виск? А, защита снизилась? Ну, Кулак теней и добивай. Кофинг. Кашпилика нету, выносит мозг. кулак теней. Так, кулак теней. Кулак теней. Так, ну, тогда выходит лапрос. Сколько я тратит? Ой, я так много тратит лапроса, жесть. Надо его срочно противояди. Одно осталось. Лол. Так. Давай. Бросок. Ух ты, я не добил, надо же. Ну, еще бросок. Я надеюсь, покемон центр уже совсем рядом. Лапрос 28 уровня. Новых атак даже нет. Я не знаю, что за кэр, ну, в смысле, ты говорила же название, но я это, игру не знаю. Итак, тут можно поймать Дито, но у меня все на дне. Ну, в принципе, лапрос есть, но попробуй чуть-чуть хотя бы. Пару боев. Есть! Первый раз Дито. О, вот это жесть. И так. Пусть резкие удары сделают. Давай каратэ. Ой-ой-ой, только не убивай. Не, моего манки можно. Итак, выпускаю лапрос. Но не для того, чтобы атаковать. Для того, чтобы кинуть покебол. так, понятно. Грейтбол. Есть! Дито пойма. Дито пойма. Not bad. Дито, имитирующий покемон. Свободно меняет свою клеточную структуру, чтобы преобразовываться в другие жизненные формы. Интересно, он сильный? Не, ну понятно, что он превращаться может, это круто. Так, ну и все, мне тут ловить больше нечего. Да, так что, могу спокойно уходить. Так, а что у нас тут? Путь 15, сейчас посмотрим. Да, тут еще куча боев, я чувствую, будет. Ловить тут некого. Нет, ладно, придется, придется. опять летать. О, до пакет-центра немножко не зашел я, но длинный путь такой. И думаю, может быть, Дито взять? А, кстати, сейчас посмотрю, что там Дито. Ну, по-моему, он ни в кого не может эволюционировать, но все-таки. Да, Дито ни в кого не эволюционирует. Вообще, какой-то непонятный покемон. так. Думаешь, кого-то взять, все-таки, может Дитов все-таки взять, посмотреть, ну вместо кого, вместо манки, окей, хунтера я хочу все-таки еще на крутые атаки натянуть, вместо Нидарина, ну ладно, вместо Нидарина возьму, посмотрим, что это Дита умеет. Я так понял, простыми покеболами я уже ничего толком не поймаю, только если возвращаться в те места, где какие-то дна всякое водятся, так, не то выбрал. Так, что тут Эканс? Посмотрим, где-то. Вито 23 уровня, неплохо так. А, только Метермофосы умеют. Ну-ка, теперь новые атаки, да, появились? Ага. Ну давай захват. Метермофосы умеют. Ну-ка, у меня жало бесполезно, значит, совпад. Худлой взгляд давай. Захват еще. Ну это, конечно, не очень эффективно, но... Пускай будет. Ну и все. Долгий бой, а опыта вообще не о чем. Метермофосы умеют. Чувствую, боев пять будет, наверное, с тренерами сейчас. Да, я об этом, как раз, уже думаю. Всегда будет почти что неэффективно. Но с другой стороны, если там какая-то имба, то... как бы она все равно будет сильно, так и так. Так, а если удар низом? Понятно. Может, когти? А, во, когти против него. Хотя это критический удар был. Ладно. Где-то. Метаморфосы. Ну-ка, что у него? Толчок. Лол. Давай толкаться. А у него уровень-то выше на два. Я только сейчас заметил. Лол. Давай еще толчок. И еще толчок. Не добьет. Лол. Не добьет. Лол. Не добьет. Ну, левел копировал тоже чересчур. Нереалистично. Так, когти. Так, кто там выходит, я не заметил. А в любом случае, пусть выходит Хонтер. А, ну да, опять кофинг. Что я думаю-то? Ну, давай кулак теней. Тень. Добьет. Да. Нормально так. Визинг. Да. Неважно. Давай тень. Да. Кстати, да. Тогда бы не было в прокачке смысла. Действительно. Так, кулак теней. Ну, еще кулак теней. Я думаю, нормально будет. Ну, это видно гудгейм что-то косячит. Потому что, ну, как минимум вы стором вдвоем. Это уже два. А, вон уже три показаны. Тень. Ээээ. Заменить? Нет. Давай тень. Сейчас уровень получит Хонта Фурчия, привет Хонта 34 уровня Давай новую атаку, ну А, нет А, заменить покемона Давай заменим Пиджота А в генгара, ну это надо обменять, а чтобы обменять, мне нужно второй эмулятор замутить, ну и там дойти до момента, когда я могу перемещать Ну, короче, я это сделаю на стреме прокачки, чтобы тут не тратить на это время слишком много Поменяю всех, которые меняются Ну, вот и будет максимальной формы там у многих Так, давай-ка полет Нет, еще не занимался Так, давай быстрый удар, может добьешь Да Так, пиджота 26 уровня До следующей Лапроса, да без проблем Вот, лапроса А у меня как запасной вариант сейчас она сидит Потому что здоровья куча, урона получает мало, а бросок довольно эффективен Ну, промахивается, правда Ну, вот Еще и парализует Ну, я не знаю, есть ли смысл качать лапоса Потому что, вроде бы, атаки должны быть сильные потом, но эволюции точно не будет Очки или прицел снайперский Да, не Это ж не кола в 9 Лапрос очень сильно стадает от яда Больше, чем другие покемоны И вот манки 19 уровня Так, да, заменю Чтобы он от яда там не страдал Ну-ка, Дита Давай, Метамархоз Ну, да Да, у него как бы нету форума, зато Давай, грязь Что-то, мне кажется, будет вообще настолько неэффективно А, не, ну, кстати, нормально А, да, бывает Андабад, привет Как это делается, по-подробнее Как это делается, что? Как делается обмен? Или что? Так, да, я не буду утверждать, что с ножек слабый Нет, ну просто есть и другие сильные Я не знаю, надо ли именно лапроса качать Ну, там же как, по идее, обмен делается Когда в реальности, да Берешь две консоли Ну, так, типа, твоя, там, друг твой какой-то И заходишь в покемон центр на второй этаж И там нужно, ну, типа, подключиться по Wi-Fi Либо кабель был на более ранних консолях И как-то там происходит обмен Я еще сам не пробовал Ну, там как-то очень просто А как это сделать именно на эмуляторе? Ну, тут вроде бы есть это соединение по сети Типа NetPlay Вероятно, как-то так Ну, я, в общем, еще сам не пробовал Но, мне кажется, там не будет трудностей никаких А вроде же был Wi-Fi модуль такой подключаемый По крайней мере, для Gameboy Advance SP точно был Так, кулак теней Ты делал, Тор? А ты говорил, что тебе покемоны не нравятся Так, ооо, заменить А, не на покемонов Так, еще теньки, да А я, это вообще первая игра, в которую я играю на ГБА Поэтому я ни с чем таким не сталкивался раньше Ну, понятно Нет, ну просто Я бы не стал этого делать Если бы можно было Каким-то образом получить этого покемона Более, так скажем, честно Но тут, как бы, ну Как раз они настолько зажали То что мне остается делать? Так, лаптусы надо А, у меня нету, по-моему Противоядия Да Нет, сейф перекидывать не надо Надо А, или можно Хотя не задумывался По сути, да, наверное, можно Но по идее, можно просто новую игру начать на втором И Там Дойти до этого пики-центра Ну, Лев Грин Это долго Слишком Так, вылечит от ожога Узморозит Так, ладно У меня где-то был вроде этот Эликсир Или как его там Эфир Нет Так, нет Как это называлось Тоник Нет Лекарство Вот лекарство Ну да Там не на старте Но не так далеко В принципе, там Быстро можно пройти Ну да В принципе, я даже Не задумывался Что можно Сейф просто скопировать Не понял А кого там еще яд? Джота Ну и ладно Ну, счетчик показывает 5 Ну, Тор Это в любом случае Не счетчик виноват Это Гудгейм тогда виноват Так, ну давай Ой, 10 уровней разницы Ну, понятно Ну, давай резкие удары Попробуем А, было 2 Ну, это Гудгейм Тогда так Обновляют Тормозную Эмуляторы Эмуляторы Нет Почему эмуляторы Одинаковые А как же сохранение Перенести Если эмуляторы разные Разрубание Так, ну давай укус Так, перстри Титара Уровня Виглитав Что? Это что за покемон? А, и Джогипупы Сейчас Найду его Так, Виглитав Его тело мягкое и упругое Разозлившись Он втягивает воздух И разбивается До невероятных размеров Да, эволюционирует Из Джогипупа С помощью лунного камня Понятно А, ну так это Разные версии Эмулятора А, не сами Разные эмуляторы Или это имелось ввиду? Так, ладно Разрубим Виглитав Крепенький Ну да, понятно Ну что, пусть фонтер выходит Опа, он неуязвим Он слишком мягкий Чего он всех цепляет-то? Давай манки что-ли Снапу Тора и Неджи Не тянет Ничего Кроме Дэнзи Точнее Вообще Ничего Мультиплеерного Запрет Так, вкратце Мультиплеерного Но легкий упруги Стал твердым Вот это было неплохо А, еще одна Бульбазава Давай кратэ Он 10 уровней выше Умневаюсь Ну я не знаю Что это за игра Поэтому не могу сказать Ничего о ней Ладно Лапрас пусть выйдет Опять Решач Бросок Баба Норм Еще бросок Ну контры Это вообще норм И вязала Нормально Два бросок Так Лапраса Проблема Маш Смерти Так Все Уходи Пусть перс Выходит Спит Разрубание Ну он еще спит Понятно Пусть спит Как я могу не знать Что такое металлфлаг Очень просто Я вообще не игроман Прям такой То есть Я играми Стал увлекаться В принципе Не так давно Но имею ввиду Ну как-то объяснить Ну какие-то раньше У меня игры были Были А вот чтобы все подряд Я такого В принципе не делал Не попалось Значит не попалось Так Какая-то картинка Сейчас Чат открою На планшете Вообще Первый раз Вижу Такое Да не Я еще одну битву Ну не знаю Быстро Нет Выменого сильного покемона Испытать на мне Начинается Киндра Подожди А Киндр Это было И имя Что Или Что 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 Прикол Я думал Это Киндра Которая Из Хорси Или Как-то Майдан Подруг Лог Как Называется Ладно Бросок Только не Отравление Бросок Добиваю А Киндра Это Имя Жесть Ходишь Да Прям Заменить О Да Пиджота Так Лекарства Давай Ты издеваешься Да Полет Играть не во что Я бы не сказал У меня много Есть во что Играть А А Все Прошел Лучше Привет Гринти Чую Сторож Так Заменить Да Заменить Так Пусть там Хонтер Просыпается Уже Ладно Ладно Сейчас он проснется Через пару ходов Давай Просыпайся Еще ход Наверное Нужен Ну Есть Проснулся Кулак Теней И Выносит Больше Половины Ход Твои Все Добьет Наверное Да Фух Ну надеюсь Я дошел Уже До города Нет Еще Ой Жесть Да Тут еще Биться И биться Походу Придется Еще раз Возвращаться Мм Докуда Уже Прошел Сейчас Я Подхожу К Фуршио Сити Но Еще Не Не Совсем Походу Придется Опять Возвращаться Опа Додрио Так Додрио Три Мозга Помогает Ему Придумывать Сложные Планы Пока Две Головы Спят Одна Бодр Ставь Неплохо Что я могу Против Додрио Поставить У меня По моему Чат Отстает Опять Кроме Ладно Контра Поставлю Ну Давай Тень А Не Уязвим Печалька Ну Давай Хоть Та Проклятие Ну И Перс Уходи Какими покемонами буду проходить игру? До всякими А я что Сейчас не прохожу игру? Я же уже Я так понимаю От начала ушел В принципе Так Давай Разрубание Ну ты спишь А не Проснулся Ярость Надеюсь не убьет А не А Лигу Ну Нет Не решил Ну Этот Черезарт Раз Может быть Герадос Два Потом Может быть Этот Ну Хунтер Только Как я Забыл Ну В общем Следующая форма Я его Эволюцию Сделаю Вот И Может Еще Посмотрим Пока Дойду До этой Лиги У меня Уже Куча Всего Будет Наверное Так Додо Так Ладно Придется Вылечить Этого Перса А то Загнется Где А Вот Да Генгар Лови Джинкса Где И Алаказам Будет Алаказам Будет Точно Ну По крайней мере Я имею ввиду Он будет У меня Ну Скорее Сего Буду Использовать Ее В Лиге Но Это Посмотрим Уже Ну Ну Я Точно Сделаю А Джинкс Я поймал Просто Ради Коллекции Хотя Б И Они Так И Атаки Там Есть Джинкс Так Еще Додо Ну Давай Разрубание Давай укус Фу Еще Один Бой Ну Давай Неужели Это Еще Не Последний Опять Птицы Что Четыре Печаль Как бы Не слиться Ладно Лапроса Вылечим Взял Выкинул Ну Что И Пиджота Придется Вылечить Что Ну Смотри Снап Как бы Я хочу Поймать Как можно Больше Но Проходить Ради Этого Лив Грин Еще Ну Это Перебор Если Там Не Надо Прям Всю Игру Проходить То Можно То Есть Там Типа Вначале Может Кого Поймать Но Если Там Надо Пол Игры Пройти И Больше Чтобы Поймать Нет Наверное Не Выйдет Так Ну Давай Вихрь Давай Еще Вихрь Одинаков В уровне Кстати Пиджота Давай Полет Нормально Фарфетч Ааа Ну Пока Не буду Менять Но Мне кажется Пиджота Сольется Полет Ну Неплохо Но А Не Ерунда А Че Он Такой Не Ингловый Давай Еще Полет А Что Легендарки Я Не Могу Их Поймать Так Что Легендарки А Вот так Можно Сделать В принципе Да Но Там же Нужно Определенное Количество Покемонов Поймать Чтобы Значки Получить Чтобы Я мог Контролировать При обмене Там Высокого Уровня Покемонов Тогда Заберем Пусть Перс Выйдет КТ Птичек Порешает Разрубание Давай Не добил Это Укус Готово Пиджа Разберемся Давай Разрубай Тоже О Наконец Ваншот Давно Не было И Перс 33 Уровня Сколько У вас Там Еще Шесть А Все Последний Бой Наконец На самом деле Не последний Предпоследний Так Белл Спраут Ребросок Неплохо Так Только Не отравление 14 очков Она наносит урон Я Лап 29 Уровня Нет Не буду Менять покемона Придется Вылечить Тоже Опа Танжела Мы такого Не видели Танжела Ее тело Целиком Покрыто Толстыми Лианами Напоминающими Морские Водоросли Лианы Покачиваются Во время Ходьбы И Эволюционируют Это наверное Не в этом Это в другом Поколении В этом Поколении Вроде бы Ни во что Не эволюционируют Так Нам от Киада Вылетится Ну Покосок Бросай И еще Бросок Сейчас Уже Закончатся Атаки Броски Может быть Хватит Чтоб Забить Две Атаки Осталось Ну Да Как раз Походу На последний Бросок Не хватило Ого Это что Было Ну Ничего Перс Порешает Не вопрос Вообще Просто Укусит И все Будешь Печально Я думал Это последний Был Два Разрубания Промахивается Плохо Отравление Плохо Давай Разрубания Сейчас Добьет Перса Давай Нокдаун Добей Его Не добил Печалька Притровяные Противодных Эффективно А почему Как это Нелогично Мне кажется Так У меня дела Не очень Если честно Надо Срочно Лечить Так Киперзелия Так Давай Полет Ух И пиджота Двадцать седьмой Уровень Вот Мы вроде Погненно Перспективно Огненный Против Против Ну Это Да Это Да О Удар Крылом Новая Атака Место Песко Песко Струя Наверное Да Я им не пользуюсь Вообще И Наконец-то Видимо Доходим Так Ну-ка Тут у нас Что на втором этаже Привет Опа Так Интересно Давай Посмотрим Кому Выдать Это же Прокачивать Вообще Классно Можно А где Он Не понял А он Одноразовый Или Что А Хотя Нет Это Седать Ну Допустим Не Ну вряд ли Одноразовый Это Это слишком Было Не очень Путь Номер 15 Все Фуксия Сити Где Покемон Центр Где 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 Да как Что за Понастроили Тут Гор Каких То Фу Ура Так Что скажете Небольшая Тропинка К западу От Веридиан Сити Ведет Прямо В штаб Лиги Покемонов Ну это Да Невозможно Стать Чемпионом Только С одним Сильным Покемоном Но Тренировать Многих Покемонов Это Нелегкая Задача Фарминг Стримы Это Самое Нормальное Так Если Хочешь Заполнить Покедекс Немедленно Загляни В зону Сафари Там Живут Редкие Покемоны Зайдем Итак Фукси 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 Сити Здесь Можно Так Меня Это Сёрф Где-то Изучить Тогда Я смогу Пседака Поймать Ладно Походим По домам Посмотрим Что тут Скажет А Арта Я Больше Атак Я могу Доставить Покемонов Забыть Их Атаки А тебя это Интересует Допустим А То есть Можно Эти НМ Да ХМ Забыть Ну я Понял Хорошо Ой Информацию О своих Покемонов Билл Хранит У себя На Компьютере Смотритель Зоны Сафари Уже Стар Но Он Еще В Неплохой Форме А Вот Зубы У Него Искусственные Печалька Что Ты знаешь Билла Он Мой Внук Страсть Коллекционирования У него Самбо Детство Так Стадион Потом Прочитаем Хоть Табличку Покемон Стадион Фукси Лидер Кога Мастер Ассасин О Это Кто Это Лапрос Прикольно Что Тут Имя Лапрос АК Король Морей Как Тебе Наша Зона Сафари Некоторых Редких Покемонов Можно Встретить Только Там Так Сейчас Ладно Вначале По домам Еще Похожу Здесь Посмотрим Запутанный Такой Город Зона Сафари А Где Зона Сафари Смотритель Слоупок Часто Гуляет В самой Дальней Области Зоны Сафари Если Ты сумеешь Ее Найти То Получишь Приз Так А тут Что Ничего Мы Прозвали Смотрительной Зоне Сафари Слоупоком Просто Он Похож На Слоупока Смотритель Слоупок Много Знает О Покемонах У него Даже Есть Окаменелости Покемонов Я Ни слова Не понимаю Из того Что Говорит Смотритель Слоупок У него Какие то Проблемы С речью Или он Просто Слоу Фуксия Сити Город Розовых Снов Где же Сара Мы договорились Встретиться Здесь Имя Слоупок Дружелюбный Имя Длительный Имя Чанси Каждый Может Поймать Такого Волторп Очень Похож На Покебол В Варьере Лежит Покебол Хочешь Достать Его Я Тоже Что Да Это Покемон Вот Вот это Слоу Это Не Ты Слоупок Там Случайно Не Помню Наверное Заходил Но Это Было Давно И Далеко Так Это Я Уже Говорил Что У вас В Магазине Есть А Это Где Эти Каратисты Были Да 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 Порешал Там Икс Придите Очень Полезная Штука Повышает Скорость Твоего Покемона Прямо Во время Боя Почему Они Не Продают Сувениры Из Зоны Сафари Нету Даже Календариков С Фотографиями Ультрабол Ну По-любому Мне надо Да Десять Штук А Грейтбол У меня Еще Девять Ладно Суперзелья Я Под А Это Суперзелья А Там Гиперзелья Ладно Пусть Десять Штук Будет Так Этих У меня Еще Четырнадцать Лекарства Много Надо Спрей Все Так Это у нас Кто Имя Омонайт Очень редкий Покемон Восстановленный Закаменелости Я Я Похотел Быть Детенышем Конкасхана Я Бо Мог Заменить Того В Варьере И Сидел Бо В Уютном Мешочке На Животе У Матери Но Людям Не Дано Делать Дубликаты Хочешь Я Научил Покемона Делать Дубликат Опа А не Понял И Че Это За Атака Это Тоже Типа Дит Умеют Или Что Я Не Знаю Кого То Надо Этому Обучить Или Нет Наверное Пока Не Буду Кадгаз Хан Детеныши Выращивают В сумке На Своем Животе Зона Сафари Ловим Покемонов Так Я Потом Пойду Зону Сафари А Дублирует Способность Или Атака Но Я Не Знаю Кому Дать Не Буду Просто Рандом Кому То Замен Атаку Так Что Я Тут Еще Не Обследовал Тут Вроде Все Так А С тобой Я Говорил О Нет Перед Входом Зону Сафари Есть Зоопарк И В Самой Зоне Сафари Живут Редкие Покемоны А А Тут Я Еще Не Был Дом Смотрителя Зоны Сафари А Псифет Ты Хочешь Пауфля Созвать Фафари Ну Да Конечно Что Может Быть Лучше И Фотография Экономерности Покемонов Этот Камень Можно Сдвинуть Ну И Чем Ну Ладно А Ты Кто Я Старший Брат Мастера Рыболова Я Обожаю Рыбачить Просто Не Могу Жить Без Рыбалки Скажи Ты Любишь Словить Рыбу Ну Да О Да Мне Нравится Твой Стиль Уверен Подружность Возьми Это Рыбачное Здоровье Новый Крючок Что За Новый Крючок Раунд Крючком Тебе Удавалось Словить Только Мачокарпов Да Моим Новым Крючком Можешь Помать Покемонов Сильнее Так У меня А это Типа Гуд Наверное У меня А же Супер Уже Есть Должен Покемон Который Получил ХМ Сили Или Как-то Так А ХМ Сила Я понял Нету Такого А Стоп Или у меня Такая Есть Нету 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 У меня Только Разрубание Полет И Свет Понимать Батюка Будет Сделать Это И Что В этом Озере Так Что В этом Озере или тут все а тут вниз куда-то путь 19 стоп стоп до плавать не умею так у 19 это мне пока туда не надо ладно тогда идем на зону сафари хотя хотя честно говоря я бы сделал бы перерыв на обед ну а на принципе потерплю пусть 18 целодон сити да там длинный путь в который мне тоже надо будет сходить а так думаю потом вот а кстати я смогу здесь поймать голден и поливага с помощью good род ну-ка все-таки обед не знаю но сейчас так ржавый крючок новый крючок походу в том доме надо как раз ты его использовать нормально что в бассейне рыбачу не клюет сейчас будет пивать да ладно опа есть голден девятого уровня лол когти ну чё поймаю обычным покеболом нет так давай тогда дита давай превращайте в голден и делай наводнение должно быть неэффективно не должен убить а это вообще не атака боюсь выпадом убить может посмотрим ладно здесь совершенно рыбачу надо было на тебе просто great ball кидать и не мучиться тимона крючки давай удар низом а 14 уровень уже интересней так а если я нанесу когти не убью а нет ну ладно еще сейчас на рыбачу давай четырнадцатый уровень карате лови great ball поймано все рыбку рыбка в аквариуме голден рыбе покемон его спиной и брюшные плавники прекрасно развиты голден развивает скорость до пяти узлов так и тут кроме голдена еще можно с вероятностью 20 процентов поймать поливага и маджикарпа но маджикарп мне не нужен а вот поливага можно поймать правда я не уверен что именно в этом бассейне ну ладно тогда наверно на этом сделаю перерыв ну то есть завершу стрим и после обеда наверно еще запилю вот так там сохранится в общем если у кого то есть вопросы как обычно замечания или предложения жалобы можно писать в чат и после обеда я тогда запилю еще один стрим правда вот я думаю все таки мне сделать полноценный стрим или так только прокачку без увешивания плеера на иска 2 ну ладно решу позже на этом всем пока увидимся на следующем стриме вот у нас вот у нас Продолжение следует...